Цель моего доклада показать, что если у нас имеется эволюция при наличии некоторых связей, то в этом случае наряду с обычными законами сохранения, которые записываются в виде уравнения неразрывности, могут возникать и необычные, которые в таком виде не записываются, а в несколько другом. И более того, в одной ситуации, когда связи сами имеют вид уравнения неразрывности по пространственным переменам, то такие дополнительные новые законы обязательно возникают. И начну я с примера известного из физики. Уравнение Максвелла в вакууме. Сразу скажу, что в вакууме это просто все, чтобы упростить все формулы. На самом деле это совсем не принципиально. Точно так же рассматривается уравнение Максвелла при наличии токов и плотности зарядов и так далее. Итак, значит, вот у нас уравнение Максвелла. Здесь у нас имеется H, это напряженность магнитного поля, а E, это напряженность электрического поля. Мне их удобно записывать в таком, в трехмерном виде, а не в едином такой четырехмерном. Значит, уравнение Максвелла разбивается в этом случае на две пары. Первая пара, это верхняя строчка, и вторая пара, нижняя строчка. Значит, у них имеются стандартные законы сохранения. Как имеется? Имеется одна скалярная функция и одна векторная функция R и J, которые могут зависеть от напряженности электрического поля, напряженности магнитного поля, пространственных производных от электрического поля, пространственных производных от напряженности магнитного поля. И, а, я должен сказать, что жирными буквами я обозначаю трехмерные векторы здесь, как принято вот в этой области науки. Вот, уравнение неразрывности, вот и закон сохранения записывается в следующем виде, что мы берем вот производную по Т от плотности R и дивергенцию от вектора J, сужаем на решение, что это означает. Вот вместо E, H и их производных я представляю, соответственно, такие E и H, которые удовлетворяют, значит, уравнение максимум. И тогда это вот такое дивергентное выражение должно обращаться в ноль. Значит, вот если это есть, то, значит, вот эта пара RG, это и будет нам задавать закон сохранения. Вот пример стандартный, это закон сохранения энергии. В этом случае ρ, это E в квадрате плюс H в квадрате пополам плотности электрического электромагнитного поля, а σ, векторное произведение двух векторов, это вектор Пойтинга. Точно так же можно записать, немножко посложнее формулы будут, закон сохранения импульса и закон сохранения момента поля. А если бы у нас были бы, мы рассматривали бы не однородные уравнения, а при наличии зарядов распределенных, то тогда бы еще можно было бы написать закон сохранения электрического заряда. Но здесь просто ноль равен нулю получится. Теперь вот мы на них, чтобы перейти дальше, мы перепишем все это уравнение Максвелла и закон сохранения в удобном для нас новом виде, а именно на языке дифференциальных форм. Здесь вот сначала такие обозначения вводятся, трехмерный дифференциал и двумерный дифференциал. И тогда вот можно ввести такую форму обега по нашим, по заданным R функции, или A и J. Если мы такую форму введем, это не совсем обычная дифференциальная форма. У ней дифференциалов такие dx и dt, а вот коэффициенты зависят не только от x и t, но и могут зависеть еще и от e, от h и производных, пространственных e и h. Так что вот не совсем обычная форма. Теперь если мы у этой формы возьмем обычный дифференциал, сузим его на решение n, то получим ноль. Это точно так и есть новая запись того старого закона сохранения энергии, который был здесь. Вот он здесь в таком виде был записан. Как уравнение неразрывности. А вот здесь вот он записан как форма трехмерная F. И форма третьего порядка, замзнутая на решениях уравнений Максвелла. Теперь мы точно так же перепишем и сами уравнения Максвелла. Для этого надо ввести тензор электромагнитного в поле, такую два форму F. И дуальный к нему похожий тензор. Видите, здесь что трехмерное обозначение. Два формы вот такую вот. И тогда уравнение Максвелла переписывается в следующем виде, что дифференциал от формы F равен нулю, и дифференциал от дуальной формы R тоже равен нулю. Сами уравнения записываются вот в таком форме. Как это записывается? Что две формы по определению замзнуты на решениях. Теперь обсудим эту ситуацию. Значит, сначала такое расхожее, такое предварительное определение. Закон сохранения для данной системы уравнений в частных производных это некая дифференциальная форма, замзнутая на решениях данной системы. Потом это все будет уточняться, и полное математическое определение будет дано. Но пока вот это такое расхожее определение. Значит, мы видим, что уравнение Максвелла наряду со стандартными законами сохранения записываются, записываемые как формы третьей порядка, обладают еще и законами сохранения низшего порядка, записываемые как два формы. Но в данном случае по определению. Значит, набор функций Е и H является решением уравнений Максвелла тогда и только тогда, когда на них замзнуты вот эти две формы. F и ее дуально спряженные. Вот. Значит, именно поэтому так особенно это и незаметно с самого начала. А теперь мы по-новому... Помните, у нас была верхняя строчка, это первая пара уравнений Максвелла, а нижняя вторая пара. А мы теперь на них по-другому подпробуем. На левый столбец посмотрим вот эти два уравнения, как эволюционная система. И, а по верхней пока, а по правой столбец мы про него забудем. То у нас получится эволюционная система. Значит, полностью... Что это означает? Производные по Т от H и Е полностью определяются пространственными производными от них. Вот. И такие вот, как известно, я ниже потом этот явно подробнее скажу, могут обладать только стандартными законами сохранения. Только такими законами сохранения, которые описываются как три формы замзнутых на решениях. И никаких два формы замзнутых на решениях там не может возникнуть в принципе. Вот. А сегодня мы делаем вывод такой, что наличие вот этих вот двух форм замзнутых на решение, оно полностью следует из того, что у нас есть связи дивергенция H равна нулю и дивергенция E равна нулю. Это дополнительные уравнения. Они не нужны для эволюционной системы. Вот. И нас будет переинтересовать, насколько такая ситуация типична вообще для системы уравнений в частных производных. Вот. Я снова повторю, что будет показано, что это типичная ситуация. И даже пример приведен, когда такие... Основная часть даже это, можно сказать, утверждение, что когда такая ситуация обязательно возникает. Значит, теперь подробнее. Значит, что такое эволюционная система в нашем понятии? Это у нас так уравнение частных производных вот такого вида. Сейчас, поскольку это все будет важно, я подробно опишу, что здесь что означает. Вот Х это М в штуках, это пространственные переменные, а Т это время, это вещественные переменные. Значит, это независимые переменные. Значит, предполагается, что они меняются во всем пространстве. И вот во всей этой науке есть такое стандартное джентльменское соглашение. Мы всегда говорим, что наши все функции определены на всем пространстве, а имеется в виду, что в некоторой области. А размер этой области не уточняется. Просто если за этим следить, то мы сильно себя ограничим, а ничего нового не приобретем. Потому что здесь у нас не будет теорем существования единственности, или мы не будем опираться на какие-то теоремы из функционального анализа. А все будет, все конструкции проявляются в явном виде. Они все проводятся в вычислении, там, где они справедливы. Потому что если мы заранее начнем говорить, то надо под каждый пример свою область подбирать. И чтобы за этим не следить, принято такое джентльменское соглашение, как будто все пробегает все пространство. Теперь вот У, это их у нас Н большая штук, это зависимые переменные. Вот в предыдущем примере это было Е три переменных и H три переменных, 6 штук было. Теперь следующее дальше. УПТ это частная производная от УПТ. А дальше еще у нас есть в правой части УПХ, УПХХ и так далее. Это все частные производные по Х первого порядка, второго порядка и так далее. Теперь мы на них смотрим, как на такие зависимые переменные. Вот в этой науке они все объединяются в такую вот длинную последовательность, жирную У. И называются дифференциальные переменные. Вот их бесконечное число. Так что мы находимся в таком бесконечно медном пространстве. Значит, М и СОВ, одно Т и, значит, вот Н в степени Z бесконечности, там какой-то этих вот дифференциальных переменных. Теперь основной объект, который здесь изучается, А, это алгебра дифференциальных функций. То есть всех функций, которые гладко зависят от независимых переменных и конечного числа дифференциальных переменных. Значит, каждая функция зависит от конечного числа переменных. Это точно так же, как вот у нас там были R и J, они зависели от E, от H и от их производных по их, конечного числа производных, и все, по их. Вот. Значит, каждая функция зависит от конечного числа. Здесь есть, естественно, топология, которая вас особенно тоже не интересует, поскольку мы конструкции в явном виде предъявляем. Вот. И, значит, именно такого плана стоит вот эта вот последняя, что я не рассказал, вот эта функция F. Это, значит, векторная функция. Их столько же компонентов, сколько компонентов наших зависимых переменных. У именно А степени N. Они лежат, их N штук. То, что DU по DT равняется F. Значит, число должно совпадать. Вот. И вот это как раз они являются, каждый из них является дифференциальной функцией. Это означает, что у нас в каждой функции зависит от конечного числа производных. Чему это вообще означает на обычном языке? Что мы рассматриваем только дифференциальные операторы. А каждый дифференциальный оператор, естественно, конечный порядок имеет. Вот. А если бы их там было бы бесконечное число, мы бы их назвали бы бесконечными. Псевододифференциальными какими-нибудь операторами, надо бы какой-то класс вводить. Ну вот, достаточно нам здесь рассматривать просто обычные дифференциальные операторы. И, значит, вот поэтому от конечного числа. Теперь вот нам еще понадобятся две вещи, два объекта. Значит, вот E, это взято там из обобщенных функций обозначения, это алгебра всех гладких функций на пространстве Rm плюс один снова. Опять вернусь к тому, что на самом деле в некоторой области. Вот. И тогда, значит, какая-то такая процедура определена, что для каждой вот функции от переменных X и T, независимых, и для каждой дифференциальной функции определена подстановка, то есть сложная функция. Как она делается? Мы вместо U напишем саму функцию X от X, вместо U от X напишем ее частную производную по X, вместо U из X вторые частные производные по X и так далее. В результате получится некоторая сложная функция, которая зависит только от X и T. Вот. Теперь вот как будет законность сохранения. Вот. Надо помнить, мы брали такое расхожее определение предварительно, а вот теперь мы сформулируем, сразу дадим общее математическое определение, что такое закон сохранения. Значит, рассмотрим вот такой а-модуль пространственных форм, который имеет такой вот вид. Чем они отличаются от обычных форм на пространстве Rm? Тем, что коэффициенты у них могут зависеть не только от X, но еще от параметра T и вот от этих дифференциальных переменных U. Но, значит, такие формы, значит, если у нас опять снова есть эта вот функция φ от X и T, и есть форма такого типа, то мы можем провести подстановку. Как? Покомпонентно. Покомпонентно подстановку проведем. Вот сейчас, убежал вперед. И тогда вот такой результат, вот такая форма, это уже будет обычная драмовская форма. И, вероятно, она будет, значит, обычная драмовская форма порядка Q на пространстве Rm. Обращая внимание, что переменные T являются параметром, здесь никаких дифференциалов по DT нет, и поэтому вот это, значит, такие формы называются пространственными, и на них, и там стоит Rm, а не Rm плюс 1. На них, значит, определен пространственный дифференциал. Значит, вот эти обозначения, вот второе дополнительное, оно пока никакого смысла особо не имеет, но когда их наберется, этих дифференциалов много, и надо их будет друг от друга отличать, и мы будем, значит, вот этими значками пользоваться. Вот этот значок F означает, что вот мы пользуемся вот этой вот здесь, а X означает, что это пространственный. Тогда вот как он вычисляется, пространственный дифференциал? Вот по такой вот формуле. Здесь вот появился новый объект, вот D большое, μ. Это полная частная производная по X, μ. Значит, можно для нее явную формулу написать, но она длинная и трудно запомнить, а зато можно дать простую характеристику, которая всем легко понятна. Это правило дифференцированной сложной функции. Если мы возьмем дифференциальную функцию, сузим ее на какую-нибудь функцию φ от xt, то получим обычную функцию от xt, и мы можем взять у нее частную производную по X, μ. А можем вступить наоборот. Сначала возьмем дифференциальную форму функцию, к ней применим вот эту полную частную производную d, μ, а результат сузим снова на эту функцию φ от xt. Получим слева функцию от xt и справа от xt. Вот они должны быть равни. Вот это все должно выполняться для всех дифференциальных функций, для всех функций φ. Это и есть правило дифференцированной сложной функции, которая полностью характеризует нашу полную частную производную d, μ. А сам пространственный дифференциал, он характеризуется таким свойством, что если мы возьмем форму омега, сначала ее сузим на φ, а потом, как у нее формы на пространстве rm, возьмем обычный дифференциал, получим некоторую форму обычную порядка mq плюс 1, если исходная была q. А можем по-другому взять нашу форму омега, форму омега, взять у нее пространственный дифференциал, дифференциал, а результат сузит, то слева и справа будут две формы порядка q плюс 1 на rm, и они совпадают. Вот. Это, значит, опять здесь вот t-параметр, никак не участвует в подсекте в числении. Но раз у нас есть дифференциал, то мы можем вычислять пространственные когомологии, то есть брать код-циклы и факторизовать их по кограницам соответствующим. Вот это пространственные когомологии, которые, значит, в данном случае легко описываются, и они просто нам нужны, что они существуют. Для нас это важно. Я мог бы написать теорему соответствующую, но она пока здесь не нужна, и я время, чтобы не терять, не будем. Мы потом более, скажем, в важной ситуации. Теперь вот следующий этап. Мы вводим тоже о модуль горизонтальных форм. То есть наряду добавляем дифференциал dt. Ну, поскольку dt в степени 2 уже не может существовать, то всякая форма, в которой есть дифференциал, она будет в таком вот виде записывать. Форма пространственная ρ и плюс dt умножить на некоторую другую форму пространственную. Вот это. И теперь уже t у нас полноправная переменная. Мы по ней берем тоже дифференциал. Вот. И в этом случае, значит, так они стерилизуются. Что для каждой пары, значит, вот по-прежнему определена такая подстановка. И это уже будет форма обычная, но на rm плюс 1, потому что dt уже появилась. Значит, она уже будет не на rm, а на t плюс 1. Теперь, значит, старый пространственный дифференциал умеет действовать и на новые формы. Просто на dt он никак не действует. Но учитывает знак. Вот видите, там стоит не плюс dt, а минус. Значит, это вот как положено при дифференцировании знак учитывается. Раз у нас появилась новая полноправная переменная t, то появился эволюционный дифференциал, который, значит, действует вот по такому правилу, что на dt он уже никак не может действовать, потому что dt в квадрате равно нулю. Значит, он действует только на ρ, как компонент. И следовательно у нас появляется вот такое вот выражение. А что такое dt? Это полная частная производная по t в силу нашей эволюционной системы. Вот это выполняется то равенство, к которому мы уже привыкли. Но только не на всех φ из rm, а только таких, которые являются решением эволюционной системы. Вот поэтому ты говоришь, что это полная производная в силу эволюционной системы, потому что это свойство имеется... Значит, это вот такое правило полностью определяет вид этого d, большое, t. И в дифференцировании можно написать явную формулу, которая будет достаточно длинная и нам неинтересная. Дальше. Теперь вводим, объединяем наш пространственный дифференциал, и эволюционно мы получаем горизонтальный дифференциал, который уже будет действовать на наших вот горизонтальных формах. И он характеризуется уже таким вот свойством. О, здесь вот это вот равно φ излишне. Как будто у меня не знает, каким образом это появилось. Вот это надо все зачеркнуть. Здесь вот надо, чтобы была здесь ошибка у меня. Как я просто сказал, да. Ну что служение на φ как стандартное. Значит, только опять это выполняется, правило, не для всех φ. То есть ошибочное правило, вот это выполняется не для всех φ, а только для тех φ, которые являются решением нашей эволюционной системы. Потому что у нас, помните, дифференциал-то эволюционный тоже же, там сфотизовался тем, что все выполняется на решениях. Поэтому и горизонтальные дифференциалы удовлетворяют такой формуле только на решениях эволюционной системы. Но раз так у нас есть горизонтальный дифференциал, то мы начинаем формулировать такое закон о сохранении эволюционной системы. Значит, вот кациклы относительно такого дифференциала, Это обычно называется пространство сохраняющихся токов в степени Q эволюционной системы нашей циклы. А Q-границы называются пространством в тривиальных токах. Почему они так называются? Потому что если вот эти вот C, C, Q несут информацию о нашей эволюционной системе, то тривиальные такие, значит, они не несут никакой информации. Там при сужении форма будет просто точная, и все будет в ноль обращаться. И поэтому, значит, никакой информации не несут, и они не нужны. Они так лишние. И чтобы получить закон сохранения, надо факторизовать, значит, наши сохраняющиеся токи по тривиальным токам. А то, что результат, это пространство в галлогии, это и есть пространство законов сохранения, степени Q эволюционной системы. Значит, это объект очень важный, закон сохранения. А вот это описание к нему, оно не очень-то и приятно, потому что у нас, мы взяли какой-то сохраняющийся ток, и заранее не знаем, какой он, тривиальный или нетривиальный, надо каким-то способом выяснять. Вот в общей ситуации, в общем случае, ситуация достаточно сложная. Но вот в нашей, что мы здесь рассматриваем, когда у нас закон сохранения для эволюционной системы без связи, то имеется полное описание. Значит, вот, который сейчас, вот, значит, ну сначала, значит, вот, что вот эти элементарно вычисляются, для Q равного нулю, и для Q больше, чем M плюс один, это очевидно. Это все. Значит, вот такое мы, вот, единственное, что интересно нам, это CLM, это пространство стандартных законов сохранения. Помните, у нас было три пространственные переменные в уравнении Хмекс Максвелла, и стандартный закон сохранения, это была три формы замкнутые на решениях. Так вот, это вот стандартные, а для остальных Q это нестандартные. Но вот тут есть, значит, и последнее, что это может быть еще M плюс один, которые вот такие формы, это пространство функционалов на многообразии решений эволюционной системы. Они могут понадобиться, если мы хотим на решениях эволюционной системы развивать некий анализ какой-то. Так вот, значит, имеется теорема такая, которая, наверное, частично была и давно известна, но так ее в середине 70-х сформулировали, в более общем виде он сформулировал виноградов, значит, в докладах Академии наук 76-го года, по-моему, 78-го. Вот, а потом, значит, вот другие авторы, ну и самое доступное вот такое для понимания доказательства имеется у рабочих судовушиток, 84-го года, по-моему. Вот, что означает, что вот эти пространства законов сохранения при Q больше нуля, но меньше M, нулевые. То есть означает, что у эволюционной системы нестандартных законов сохранения быть не может. Помните, как я говорил, что уравнение Максвелла, если вытянуть уравнение связи, останутся только стандартные законы, а нестандартных не будет. Это вот как раз в силу вот этой вот теоремы. Таким образом, значит, такой вывод мы делаем, что эволюционные системы, значит, могут обладать лишь только стандартными. И вот тут важное замечание, что существуют такие эволюционные системы, у которых нету и стандартных законов сохранения. И вот такой известный пример. Здесь, значит, у нас один M равно 1, X равно 1, и U, то и N большое тоже равно 1. Одно уравнение с одной пространственной переменной. Вот видите, что вторая производная в квадрате стоит справа. Вот у такого уравнения, значит, вообще нету никаких законов сохранения. Ну, нестандартных быть не может, а стандартных показывается, что тоже нету. Значит, как это вообще вот в этой ситуации решается такая задача? Значит, окажется, что эволюционные уравнения без связи, они полностью законы сохранения их. Полностью характеризуется, весь класс эквивалентности характеризуется одной единственной функцией, его характеристикой. И эта характеристика должна удовлетворять определенные системы уравнений. И вот если нам удается решить эту систему уравнений, то по каждому решению мы потом с стандартными способами восстанавливаем плотность закон о сохранении и его вектор закон о сохранении. Вот. Так что, в принципе, вот здесь вот эта проблема о том, что закон о сохранении это класс эквивалентности, она решается. Но, конечно, вычисление не всегда возможно, не даром, что когда даже для уравнения Картевега-де-Фриза, значит, нашли новые законы сохранения и целую бесконечную серию, то это было событием. Ну, правда, тогда еще не было известно, что можно давать описание в термах характеристик. Но даже и сейчас, если мы напишем вот это эволюционное уравнение, значит, Картевега-де-Фриза с одной пространственной переменной и одно уравнение, и для него напишем соответствующее уравнение для характеристик, получим некое систему, некоторые уравнения, которые будем решать, и его решать-то не так-то и просто. Ну, вот, значит, исторически так произошло, что сначала придумали совсем независимый способ, как все знают, как решать, как находить закон о сохранении для уравнения Картевега-де-Фриза. Вот, а потомность уже только вот, впервые это, по-моему, я увидел в работе той, которую упоминал Судер Шитте, он доказал, что других законов сохранения у Картевега-де-Фриза нет. То есть, хотя, в принципе, задача решается, но реально она и не очень-то решается. Вот, теперь, значит, вот мы переходим к новому, к уравнениям связей. Значит, как они говорят, это тоже система уравнений в частных производных. Чем она отличается, что здесь нет буквы Т вообще, связи накладываются только на пространственную часть, вот, переменные. И, значит, где функция это, уже это наши вот дифференциальные функции, которые, значит, не зависят от буквы Т. Значит, значит, к этому уравнению можно брать его дифференциальные продолжения. И вот здесь вот в полном мере проявляется то, что здесь, то, что я пока не говорил, язык, такое алгебра геометрического анализа называют, групповой анализ, или еще иногда называют еще применение групп ли к дифференциальному уравнению. Мы смотрим, вот, как я уже упоминал, на все эти дифференциальные переменные, как бесконечно мерное пространство. Тогда вот это уравнение g равно нулю, и его дифференциальные продолжения, как которые дифференцируем, просто по правилу сложной функции, получаем новое уравнение. Оно выделит в бесконечно мерном пространстве некоторую поверхность. Вот, при этом все дифференциальные переменные разобьются на два класса. В хорошей ситуации, которую мы и рассматриваем. Значит, можно, конечно, придумать такую систему, что будет плохо все, но вот если ничего не придумывать специально, а брать уравнения, которые возникают в математической физике, например, или в других науках осмысленных, там, значит, это такая характерная такая ситуация, что все у нас переменные дифференциальные на два класса разобьются. Одни будут свободные, которые будут одновременно являться глобальными координатами на этом многообразии, которые возникают. Это называется многообразие решений. И связанные переменные, которые находятся из самого уравнения g и из его дифференциальных продолжений. Вот. И теперь, значит, у нас, следовательно, на этом, просто, значит, на этой многообразии решений, как на такой уже конечной мерной поверхности, возникают свои функции. Какие функции? Это те функции, которые, значит, зависят от t и конечного числа уже свободных дифференциальных переменных. Вот это мы обозначаем алгеброй b, и она, конечно, вкладывается в алгебру a. Как? Просто, значит, если она зависит от свободных, то мы считаем, что от связанных она не зависит. Так, значит, функция не обязана зависеть от всех переменных, она может быть по некоторым переменным быть константой. Так вот, в это вложение означает, что мы считаем каждую функцию sb постоянной по связанным переменам. Значит, такое естественное вложение есть. Теперь у нас, соответственно, на этой поверхности будет водительство то, что было раньше для эволюционной системы, для связи, и все то же самое будет. Только все коэффициенты вот эти, они теперь уже будут зависеть не от всех дифференциальных переменных, а только от свободных. Значит, вот повторяется все практически так. А потом, значит, вот здесь видите, здесь коэффициенты уже лежат в алгебре b. И раз у нас было вложение для коэффициентов, то у нас является естественное вложение дифференциальных форм. Это для нас все это важно. Теперь вот то, что раньше был пространственный дифференциал, почему у нас там были пространственные дифференциалы, эволюционные. А здесь связи, здесь никаких букв t вообще нет. И поэтому тот, который был раньше пространственным, здесь он становится уже горизонтальным дифференциалом. Значит, многообразие связи. И вот здесь вот появляется, видите, d маленькая частная, это называется частная производная по xлю в силу уравнений связи. Она будет характеризоваться вот этой формой правил дифференцирования сложной функции, но только на решениях уравнений связи. А если смотреть геометрически, то так, что у нас, что такое вот эти d большое мю? Это наш векторное поле на всем пространстве дифференциальных переменных. А d маленькое мю это векторное поле на многообразии решений на поверхности. И оно касательное к этому многообразию решений. Но d большое мю мы можем сузить на b. И у нас получится нечто реакторное поле, но оно не обязано быть касательным к нашей поверхности, а может куда-то уходить. И, поскольку у нас уже оно определено на всем пространстве дифференциальных переменных. Так вот, те дифференциальные продолжения, о которых я говорил, они гарантируют, что если мы вот так вот сузим d большое мю на многообразие решений, то новое суженное поле, оно будет касательным к нашему многообразию решений. А на алгебрологическом языке обозначает, что вот оно будет действовать. Если функция не зависит от связанных переменных, то после применения к ней для большого мю она снова не будет зависеть от связанных переменных. То есть вот это такое согласование. И вот то, что я раньше упомянул, что вот этот новый дифференциал совпадает со старым пространственным дифференциалом, но суженным на эти вот многообразия решений. Теперь горизонтальный дифференциал, как я говорил, это хорошо характеризуется таким вот свойством. Вот это вот правило дифференцирования сложной функции, но уже φ только не произвольная, как раньше было, а решение в равнине связи. Вот. И подстановка, вот она, опять здесь, rm, t здесь вот если и возникнет, как какая-то переменная, то это будет просто параметром. Так, теперь вот мы можем, значит, следовательно, опять, ой, что такое? Сейчас. Что-то не то сделал. Вот. Значит, теперь вот опять вычислим кагомологию, и это будет законное сохранение для уравнений связи. Я уж не повторяю, что здесь вот гидро, это это, соответственно, кациклы, это сохраняющиеся токи, а когранице это тривиальные сохраняющиеся токи. Вот. Значит, и предположим, что мы теперь это все проделали. Идеология такая, что революционная система достаточно сложная, а связи достаточно простые. Так что, вместо того, чтобы изучать сразу всю общую систему такую одновременно, мы сначала изучаем более простую часть уравнений связи. И для них вот предположим, что мы умеем вычислять эти вот. То есть тогда какой-то будет результат получаться и для эволюции со связи. Ну, теперь вот эволюции со связи мы объединяем два предыдущих кусочка. Значит, условия совместности. Можно ли вот к этому уравнению любую уже приписать или нет? А, конечно, нет. Если мы любую припишем, будет противоречие. Какое стандартное такое расхожее определение, какие должны быть связи? Что если начальные данные Каши удовлетворяют уравнению связи, то решение задачи Каши в любой момент времени снова удовлетворяет уравнению связи, считая, что это параметр. Так вот, значит, на языке, значит, алгебры геометрического анализа условия совместности так записываются, что вот эта вот функция F, которая вверху встается, она является производящей функцией для эволюционной симметрии уравнения связи. Может, не очень понятно, не специалисту, но это и не нужно. Важно знать, что у нас определение есть какое-то стандартное математическое, которым мы пользуемся. И которое дальше будет использоваться при учислениях. Вот. Что это не просто так берется на таком народном языке, с которым нельзя математически работать, а есть, значит, полное определение. Теперь вот у нас раз так, то определена d маленькая от t. Это полное... Раньше d большой от t, это производная в силу эволюционной системы. А d маленькая от t, это уже в силу совместной системы. Значит, соответствующие правила дифференцирования сложной функции будут когда выполняться? То есть, когда функции t удовлетворяют и эволюционной системе, и уравнением связи. Вот тогда будет... Это, значит, полное производное. И, соответственно, у нас есть... Уже теперь снова, смотрите, как раньше было пространственные и горизонтальные. И теперь тоже будет все, но только уже коэффициенты будут... Чем будет новое? Будет. Все-то уже повторяется, но только коэффициенты будут уже зависеть только от свободных переменных, во-первых. А во-вторых, полные производные, которые там возникают, они характеризуются уже только на решении своим правилом дифференцирования сложной функции, только на решении совместной системы. Вот. Ну, они-ка получаются тоже, как все есть производные, дифференциалы, все получаются в соответствующем сужении. Вот с того, чтобы вот это выполнялась такая вот формула, которая снизу написана, именно и нужно, чтобы f большое было производящей функции эволюционной симметрии для уравнения связи. Вот тогда вот эти все сужения будут хорошо определены. Вот, когда мы будем это все проверять, все... Я здесь как можно меньше, чтобы было обозначили, не форму. Вот. Теперь, значит, у нас появляется модуль горизонтальных форм, как и раньше был, эволюционный дифференциал. Все в точности повторяется, только при учете, что уже эти формы, коэффициенты, их зависят от свободных переменных, а полные дифференциалы характеризуются стандартным свойством только на решениях. Вот, все так проделаем, проделаем. И вот у нас появляются уже законы сохранения для совместной системы, для эволюционной сравнения со связью. Как соответствующие, значит, берем соответствующие коциклы по кограницам, факторизуем. Это будет уже пространство законов сохранения для совместной системы. Вот оно-то является нашей целью. Ну, опять снова легко проверяется, что вот если Q равно 0, то это просто R, а если Q больше, чем M плюс 1, то это 0, очевидно. Ну, правая часть это просто по соображениям кососимметрии. Вот. И теперь вот теорему, которую я там в 90-х годах доказал. Значит, это вот такая, что вот определена такая коммунитативная диаграмма линейных пространств. Хотя вот эти формы модули, но дифференциалы это линейное отображение. Поэтому такая диаграмма пишется в классе линейных пространств. Вот такая вот, видите, строки точные, а столбцы не точные. Это как раз и есть гомология всякие. А наше отображение действует по таким правилам. Вот ε, который слева стоит, оно каждой φ ставит в соответствии такую форму, умножается на dt. А φ наоборот. Каждой такой формой из двух слагаемых ставится в соответствии φ. Это легко проверять, что такие строки точные. А раз они такие строки точные, то по стандартным правилам гомологии, теории гомологии, значит, возникает точная последность линейных пространств. Вот такая вот длинная. Вот. Точная последность. И здесь возникает новое, значит, вот отображение, которое называется в теории гомологии связующая гомомархия. Вот она. В нашей ситуации это очень простая. Производная ли, как выясняется, по времени. Вот мы каждой функцией φ ставим в соответствии. dt это производная ли по времени. В данном случае, как действует производная ли, когда форма, как мы записываем, это просто дифференцирование коэффициентов. Раз мы форму свою записываем в таком стандартном виде, то производная ли, она на дифференциалы dx и dt никак не действует, а только действует на коэффициенты формы. Так что никаких проблем здесь нет. Вот. Значит, и вот обсуждение вот этого. Значит, вот, как я вот повторюсь, как правило, уравнения связи достаточно простые. Их гомология, можно иногда их в явном виде вычислить. А из приведенной вот этой точной последовательности, вот если мы что-то знаем про h, про буквы h, то поскольку так все изрисовано, то, может быть, не очень удачно, но видно, что мы можем делать заключение о CL. Вот. И, значит, вот последняя часть доклада, это вот работа, которая выполнена уже в конце прошлого года и будет опубликована в апрельском номере журнала ТМФ, это вот, что если наше уравнение связи, как и в случае уравнения Максвелла, записывается как дивергенция нулевая, то тогда, значит, все эти h полностью вычисляются, и по ним делается однозначный вывод о законности сохранения системы уравнений со связью. Вот. То есть мы теперь вот рассматриваем конкретные случаи, когда связи нулевой дивергенции. Значит, что стоит? У нас есть s векторов u в данной ситуации. Вот в уравнении к Максвеллах это s было 2, там было 2 ве. Значит, и дивергенция, там была дивергенция e равна нулю, и дивергенция h равна нулю. А здесь вот просто в таком виде это записывается. Вот. И здесь уже, там, здесь вот стояло n большое, а у нас вместо n большого стоит m умножить на s. Это зависимые переменные. По ним строятся дифференциальные переменные, что продолжается, и вот если все проделать, то, что было сделано для уравнения связи, то там, значит, счастливый такой случай, что мы эту систему дивергенцию можно записать как эволюционную систему. А для эволюционной системы, я как говорил, технически, ну, глобально проблемы решены, осталось только вычислить там. И вот для такой простой эволюционной системы, скажем, как мы, мы, что последнее, dx, du, m, или, лучше попроще, dx1 по u1 σ равняется минус и все, что осталось. Вот. Значит, в качестве времени мы будем считать переменную x1. И тогда получится эволюционная система. А поскольку правая часть элементарная, то для нее удается, значит, решить эти уравнения характеристик, выписать все характеристики, помимо восстановить законы сохранения, вот, а раз она эволюционная, значит, у нее есть только законы сохранения порядка m, есть m минус 1, простите, m минус 1, только порядка m минус 1. Потому что одна пространственная переменная стала временем, значит, в пространстве переменных осталось m минус 1. И порядок формы именно вот такой, как здесь написано. Вот. Значит, более того, эти, здесь просто формулы длинные, можно в явном виде написать базис для этого пространства законов сохранения. Вот. А все остальные, как положено для эволюционной системы, равны нулю. Значит, вот в нашей этой длинной цепочке там будет много нулей, и где-то будет что-то, что-то, что будет. Вот. Это я сейчас бы теперь попал. Кроме того, значит, в данной ситуации, эти эволюционные симметрии, про которых я говорил, они тоже в явном виде, они очень тесно связаны для такого пространства уравнения, практически, ну, есть такое взаимооднозначное соответствие между симметриями и законами сохранения. И, значит, они симметрии нам тоже известны. Значит, мы знаем, какие функции f нам годятся, f большое, какие годятся, какие будут совместные. И вот для таких вот совместных систем, значит, нам, значит, мы будем дальше вот эту систему рассматривать. Видите, здесь уже в явном виде написано u, mi, σ, так что и так далее. Значит, f мы знаем, какие допустимы. Вот. Она должна быть производящей функции эволюционной симметрии уравнения связи. Мы знаем их. И вот если это все выполнено, то, оказывается, вот такой результат получается. Теперь уже для законов сохранения совместной системы. И вот это то, что удалось получить. Значит, если q от единицы до m-2, то это нули, как и было. Как у эволюционной системы, так и было. Но у эволюционной системы еще m, вот эти вот пространства были, вот эти были нули. А здесь они уже не нулевые. Вот. А более того, их размерность равна s. Это в точности столько, сколько уравнений связи. Ни больше, ни меньше. Напомню, что стандартных законов может и не быть, а вот эти законы сохранения могут и быть. Значит, вопрос-то из такой возникает. А можно ли сами уравнения исходные переписать, вот как и в случае уравнения массового, можно ли исходную систему с связями, можно ли переписать в виде замкнутости дифференциальных форм, как там было. Значит, вот, далеко не всегда ответ. Вот, значит, если, значит, ответ... Ну, там вот, если я формулу не выпишу, поскольку длинная, но там вот это соответствие указано, как это делается, вот видно, что получается, что ответ не всегда. Значит, эволюционную систему со связями можно записать как некую систему дифференциальных форм, замкнутых, порядка M минус 1. Это не так далеко. Но, тем не менее, можно дать их полное описание этих законов. Ну и вот вывод. Всякая эволюционная система со связями в виде нулевой дивергенции обладает закон о сохранении этой степени, где M число пространственных переменов. Вот. И, значит, и снова повторю, что о стандартных может и не быть. Значит, вот на этом вот то, что я сказал, закончил. На нас... Вот здесь вот можно еще такой вот факт такой вот. Это вот уравнение Максвелла. А вот вопрос такой стандартный возникает. А что такое, что можно сказать в уравнении Янга-Милса? Вот. Значит, разница между уравнениями Максвелла и Янга-Милса следующая, что поскольку для уравнения Максвелла эта калибровочная группа одномерная, то там нету коммутатора никакого, вот, для связности там нет никакого коммутатора. Вот. И благодаря этому законы, если мы будем считать, что исходные законы, исходное уравнение это для потенциалов, то есть для связностей, то напряженности поля Е и H, это уже такие вторичные, то, тем не менее, уравнение можно переписать полностью в терминах напряженности. И вот за напряженностью возникает эволюционная система со связями. В случае, если калибровочная группа другая, то нельзя переписать уравнение этих за связности, нельзя переписать в терминах напряженности, потому что там все равно вот это будет треугольничек, вариантная производная, которая включает в себя коммутатор там. Вот. И, значит, следственно, они сюда не подходят, потому что уравнения Янга-Милса не записываются в виде уравнений эволюционных со связей. Но, тем не менее, как мы знаем, что уравнение Янга-Милса можно тоже записать, как... Посчитаем для уравнения для поля Янга-Милса, посчитаем, как называется, не связанность, а что бы вы, кривизну, f, вот этот, f-мю-ню, и, значит, ее представим себе как два форму, и тогда, значит, уравнение Янга-Милса будет выглядеть, как замкнутость дифференциальной формы второго порядка. То есть то же самое, что, значит, форма второго порядка, одна в этом случае, замкнута на решениях по определению. Вот. Несмотря на то, что не попадает в наш класс эволюционных систем, но все равно вот этот закон сохранения второго порядка по определению есть. И, оказывается, тут действует другой механизм. Значит, некоторые системы уравнения... Помните, я вам говорил про продолжение дифференциальное. Значит, мы берем наше уравнение и действуем на него полной производной по программам дифференциальной и получаем новую. Было уравнение второго порядка, стало третьего, третьего, четвертого и так далее. И вот эти все новые и новые уравнения нам нужны для того, чтобы выражать новые дифференциальные переменные. Значит, если исходное уравнение второго порядка, то мы часть производных второго порядка выразим из него, потом сделали продолжение, мы должны выделить часть производных третьего порядка из него. Но вторые производные уже не трогаются. И так далее. Так вот, для уравнения энергоменов, если мы попробуем так делать, у нас так не получится. У нас, когда мы так проделаем, то возникнет дифференциальный тождество. Мы его хорошо знаем. Если вот эти кавариантные производные подействовать на уравнение нега-минуса, мы получим тождество такое. Это называется дифференциальное тождество получится. Так вот, в другой моей работе я изучал вопрос, что если у системы уравнений есть дифференциальные точности, то когда они приводят к законам сохранения. Нише в какой-то размерности. Так вот, оказывается, что если дифференциальное тождество накладывается на форму какого-то порядка Q, то возникает, причем нетривиальное такое, потому что тривиальных легко написать тоже можно, там тоже возникает кагомология, то возникает закон, помните, у нас на единицу было М, а стало М-1, а там возникает на две единицы. Если дифференциальная тождество накладывается на форму порядка Q, то закон сохранения будет в степени Q-2. Вот, будет. Но при условии, что форма нетривиальная. Есть взаимооднозначные соответствия между нетривиальными законами сохранения и нетривиальными тождествами. Взаимооднозначные. Изоморфизм имеется. В нашей ситуации вот это, если мы, значит, FμNU зависит от двух индексов, если мы, значит, подействуем, как уравнение будет Янга-Милса, значит, это набло-μ, это кавалендантная производная, действует на FμNU и суммирование по мю, остается ню. Значит, ню индексов. Значит, раз ню индексов, значит, мы можем построить форму порядка, в данном случае, 3. Вот. И, значит, а, нет, само тождество, когда мы подействуем, мы еще подействуем, у нас вообще останется скалярная функция, мы еще раз подействуем на бланью уже и просуммируем. У нас получится одно тождество всего. А раз одно тождество, значит, мы можем написать форму порядка 4. ДТ на ДХ кубе равно нулю. Значит, и эта форма будет нетривиальной, потому что там видно, что она... Ну, и, следовательно, значит, вот такое уравнение Янга-Милса по фальгрилину должно быть закон сохранения второго порядка. Это и есть, вот, кривизна, это форма второго порядка, и вот как раз она и есть, вот, та искомая характеристика. Значит, здесь действует другой механизм. Ну, вот, на этом я оканчиваю. Спасибо за внимание. Не буду еще. Спасибо, Олег. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.